Раз, два, три Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 6 июня 2020 года и я начинаю выпуск передач программ, которые называются Серьезный разговор Это первый выпуск и вначале я хочу сказать несколько слов о формате данной передачи. Чаще всего это будут монологи. То есть я, как блогер, как владелец нескольких YouTube-каналов буду рассказывать, соответственно, какие-то вещи интересные, с моей точки зрения, в данной передаче в передаче Серьезный разговор. И не только в данной передаче, но сейчас мы именно про данную передачу говорим Иногда будут интервью в рамках передачи Серьезный разговор. Интервью могут быть по скайпу и вживую. Также хочу сказать, что тематика может быть абсолютно разной, потому что у меня совершенно разные сферы интересов и тематика разговоров может быть разной. Вы всегда тематику можете увидеть в описании к видео соответствующему, вместе с планом соответствующего видео. Сегодняшняя передача будет посвящена банкам. Дело в том, что очень многие люди, как я заметил, плохо представляют какие-то базовые моменты, связанные с банками. Я не хочу сейчас уходить в теорию глубокую про банки, рассказывать про судный процент, как все это работает, про ФРС и так далее, и так далее. Я такие практические вещи, которые должен знать каждый человек, который имеет дело с банками, я в этом видео попробую осветить. Я надеюсь, это будет очень полезно, особенно людям без базового финансового и экономического образования. И, возможно, людям из сельской местности это будет очень полезно. Соответственно, смотрите это видео. И вначале я расскажу наш план. То есть, вначале я расскажу вам про сайт банки.ру, дальше про сайт Центрального банка Российской Федерации, что там есть, как вообще он работает, дальше про агентство страхования вкладов, про их сайт, про перечень системно значимых банков, это у нас четвертый пункт, расскажу, что будет при банкротстве банка, чтобы вы понимали риски, расскажу про обезличенные металлические счета чуть-чуть, ну и дам какие-то общие рекомендации, когда вы имеете дело с банками Российской Федерации. Значит, в первую очередь давайте про сайт банки.ру. Есть такой сайт банки.ру, это очень хороший сайт, соответственно, вы можете найти этот сайт в Гугле, он содержит исчерпывающий перечень информации, которые обновляются практически онлайн, в соответствии с вашим регионом вы можете найти процентные ставки самые высокие в рублях, долларах, евро, то есть в каких банках самые высокие процентные ставки на определенную сумму в определенной валюте в определенный день, вы на этом сайте можете увидеть. Вы можете увидеть курсы покупки и продажи валюты этими банками и, соответственно, выбрать тот банк, который продает либо покупает валюту по наиболее выгодному для вас курсу. Вы можете увидеть информацию по кредитам, информацию по тем банкам-мошенникам, которые есть в перечень, которые, соответственно, у которых была отозвана лицензия Центрального банка Российской Федерации, прочие новости, информацию про банки и так далее. То есть сайт банки.ру, это такой очень хороший сайт, который необходимо знать каждому, пользоваться им. Я рекомендую, прежде чем открыть где-то депозит, поменять валюту через банк, если вы будете это делать, обязательно открыть этот банк, этот сайт и выбрать наилучшие предложения. Где наилучшие курсы, где наибольшие проценты по депозитам, где наименьшие риски и так далее. Вам нужно знать про сайт банки.ру. Дальше я вторым пунктом хочу сказать, что есть такой сайт cbr.ru. Ну, собственно, банк, это сайт Центрального банка Российской Федерации. Тут нужно сказать, что у нас в России двухуровневая банковская система, то есть сверху стоит ЦБРФ и дальше идут коммерческие банки. Сейчас под ЦБРФ не только коммерческие банки находятся, но НФО, некредитные финансовые организации, соответственно, страховые компании, брокерские, дилерские компании, ломбарды и так далее, и прочие кредитно-потребительские кооперативы. В общем, вам нужно знать, ну, и депозитарии, и прочие организации, вам нужно знать, что Центральный банк Российской Федерации является органом, который следит за банками. И у них есть очень хороший сайт cbr.ru. И на этом сайте вы можете увидеть официальные курсы валют на каждый день, которые устанавливаются Центральным банком, их динамику и графики. Доллар, евро, по прочим валютам, соответственно, информацию. Вы можете увидеть динамику золотовалютных резервов Российской Федерации. Вы можете увидеть ключевые процентные ставки, которые устанавливает Центральный банк. Вы можете увидеть динамику цен на драгметаллы. То есть, допустим, около 4 тысяч рублей за грамм золота, сколько стоит серебро, платина, палладий и прочая информация в динамике, естественно. Ну и, соответственно, там есть перечень монет, институционных, коллекционных некоторых и так далее. Есть какая-то другая полезная информация финансовая. Но это уже для более углубленного изучения, для таких более продвинутых финансистов. Там куча разных положений, в том числе ОСБУ. То есть, если она побывается к лучшему счету, которым я раньше занимался, и так далее, и так далее. Также третий пункт. Переходим к нему. Третий пункт – это у нас сайт агентства по страхованию вкладов, АСВ. Соответственно, их сайт – asv.org.ru. Все сайты, которые я назвал, вы можете в Гугле забить агентство страхованию вкладов, и у вас этот сайт выйдет. Либо забить Центральный банк Российской Федерации, и у вас сайт cbr.ru выйдет. Ну, либо банки.ru тоже появится этот сайт. То есть, вы все это можете найти в Гугле. Поэтому я отдельно не прописываю в этом видео. Вы все это можете на просторах Гугла найти. Я на вам обозначаю, как называются эти сайты, и в принципе говорю, как они называются буквами. asv.org.ru. Английскими буквами. В слове S, а, S, V. S как доллар. Соответственно, агентство по страхованию вкладов – это такое агентство, которое страхует ваши вклады в банках в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. Включая проценты, которые есть. Что это означает? Это означает, что если банк будет обанкротчен, в котором у вас есть депозит, то в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей вы получите. Все, что выше, вы потеряете, вы не получите. Ну, на самом деле, там процедура банкротства, там какие-то остатки, возможно, и так далее. Но давайте упростим ситуацию и будем считать, что в пределах 1 миллиона 400 тысяч это застраховано, и теоретически вы с гарантией должны эту сумму получить. Здесь есть определенный перечень нюансов. Давайте я вам расскажу, как это происходит на примере вкладов в другой валюте, чем рублей. Например, в долларах, евро и так далее. Вот вы имеете в каком-нибудь банке, например, по 2-3% годовых депозит в долларах. В какой-то момент Центральный банк Российской Федерации отозвал у данного банка лицензию. И что с вами произойдет с вашим вкладом? Теоретический случай. Вы имеете 10 тысяч долларов на депозите. Курс составляет, допустим, 70 рублей за доллар. То есть в рублях это 700 тысяч рублей. Вы положили 10 тысяч долларов на депозит. Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию данного банка. Допустим, на следующий день, как вы положили эти деньги на депозит. Что дальше произойдет? Дальше вы имеете право в пределах 1 миллиона 400 тысяч получить деньги от агентства страхования вкладов. Но агентство страхования вкладов деньги вам отдаст в рублях. И в рублях сумма будет по курсу на дату отзыва лицензии. И обычно это занимает около месяца для того, чтобы вы эти деньги через какой-то другой банк получили. Что это означает на практике? На практике вы несете валютные риски. То есть у вас лежит 10 тысяч долларов в банке. Они сейчас составляют 700 тысяч рублей. Сегодня отозвали лицензию. Через месяц курс стал, допустим, 80 рублей за доллар. Что произойдет? Произойдет следующее, что через месяц вы получите 700 тысяч рублей от какого-то другого банка, в соответствии со страхованием вкладов. Но фактически ваши 10 тысяч долларов через месяц будут стоить 800 тысяч рублей. И вы, получается, 100 тысяч потеряли. Потому что на момент получения денег курс доллара будет другим, чем на момент отзыва лицензии. Если курс упадет, вы выиграете немножко в рублях. Если вырастет, то проиграете. Не говоря уже о том, что вам нужны, например, именно валюта, а вам выпадет только в рублях. То есть поэтому вы должны понимать, что валютные риски вы несете. И в любом случае, даже если это страхуется. И поэтому я не рекомендую вам открывать валютные вклады в банках, которые имеют какой-то такой значимый шанс обанкротиться, того, что у них отзывают лицензии и так далее. И вы должны понимать, что Центральный банк Российской Федерации постоянно отзывает лицензии у большого количества банков, страховых компаний и прочих. Потому что изначально с 90-х годов было создано очень большое количество банков, которые занимались не совсем законной деятельностью. Их было более тысячи. Сейчас их около 300 осталось. И их число постоянно снижается. Постоянно снижается. И вот мы сейчас аккуратно перейдем к следующей тени. Существует так называемый перечень системно значимых банков. Это те банки, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. И вы эти банки должны знать по именам. То есть эти банки обанкротятся в последнюю очередь. И вот в этих банках, в принципе, можно иметь в том числе и валютные депозиты. Ну, желательно в пределах 1 400 000 рублей. С учетом того курса, который будет на момент банкротства банка, возможно. Потому что в этом случае вероятность банкротства не очень высокая. И, соответственно, ваши деньги с большей вероятностью будут сохранены. Давайте я вам все-таки расскажу этот перечень из 11 банков. Вы его можете загуглить, но я вам просто скажу этот перечень. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Российскостбанк, ФК Открытие, Юникредитбанк, Райфайзенбанк, Промсференсбанк, Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк. То есть эти 11 банков – это системно значимые кредитные организации, которые обанкротятся в последнюю очередь. И в них, соответственно, можно иметь депозиты в валюте. То есть, соответственно, потому что если вы будете иметь депозиты в валюте в других банках, если они обанкротятся, вы получите от агентства по страхованию вкладов выплату в рублях. И вы несете валютные риски дополнительные. Поэтому вы должны это понимать. Также следующий момент касается то, что я хотел бы вам сказать. Это по поводу обязительных металлических счетов. Значит, мы знаем, что существует ОМС в четырех драгоценных металлах. Это золото, серебро, платина, палладий. Ну, про серебро говорят, что оно от стыда побелело. Но есть такая шутка по сравнению с золотом. Значит, смотрите, вы поймите простую вещь. Запомните. Обезличенные металлические счета депозитами не являются. И систему страхования вкладов, агентство страхования вкладов не входит. То есть, если вы в каком-то банке открыли ОМС, а банк обанкротился, то вы с высокой вероятностью потеряете ваши деньги. Поэтому я не рекомендую открывать ОМС в тех банках, которые не являются системнозначимыми и в которых с высокой вероятностью можно потерять соответствующее сбережение. То есть, ОМС в банках, которые не системнозначимые, я не рекомендую открывать. Это нужно понимать. Отдельный вопрос того, что там большой спред, то есть, между покупкой и продажей, то есть, это отдельный вопрос. Я сейчас даже не про финансы говорю, а про экономику процесса. То есть, про юридическую сторону процесса. То есть, в случае банкротства банка, ваш ОМС, вы можете потерять и не сможете вернуть себе вложенные деньги. Потому что это не депозит. Потому что в агентстве по страхованию вкладов страхуется именно депозит. Также вы должны понимать, что есть разные мошеннические схемы. Когда вы открываете депозит, деньги не отправляются туда, куда нужно. Они могут не попасть в агентство по страхованию вкладов. И информация о том, что у вас есть депозит, может вообще, как бы... То есть, вы кладете деньги, но депозит на вас не открыт. Такое может произойти. Чтобы этого не было, вам нужно через пару дней, в течение недели после того, как вы открыли депозит, прийти в банк еще раз и попросить выписку. То есть, представить свой паспорт и попросить выписку со всех счетов, депозитов и так далее. И удостовериться, что вам дали выписку с печатью, забрать эту бумажку. Что у вас есть бумага, подтверждающая, что у вас есть такой-то депозит на такую-то сумму. Также я рекомендую, в случае, если вы хотите вывозить валюту за рубеж, иметь справки соответствующие. То есть, когда вы получаете валюту, вам всегда дают справку, что вот такую-то валюту вам выдали. И в таможне, как вы знаете, сумму, превышающую 10 тысяч долларов, нужно деквалировать. И поэтому оправдательным документом являются вот эти справочки, которые банки дают. Поэтому вы можете их много-много набрать, этих справочек, и теоретически к вам не должно быть вопросов. Вы имеете право в любом количестве валюту перевозить, с любой стороны в другую. Но если ее сумма превышает 10 тысяч долларов, в эквиваленте, соответственно, вы должны им предоставить какие-то документы. То есть, задеквалировать и показать вот эти справочки. Эти справочки, они вполне нормальные, вы с ними спокойно можете ездить. Поэтому я советую эти справочки хранить, то есть, не выкидывать. О том, что вы получили там с какого-то депозита валюту и так далее. Вы даже можете специально открыть депозит, потом снять его, потом еще раз открыть, снять и так далее. И у вас будет много-много этих справочек, бумажек соответствующих, что вы сняли. Вы можете одну и ту же сумму гонять, 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 и у вас будет много-много справочек. То есть, как бы, ну вот такой лайфхак, скажем так. То есть, если у вас есть крупные суммы, которые вы хотите вывести, но нет справочек, вы можете небольшую сумму там прогонять несколько раз, положить, вывести, положить, вывести, положить, вывести. И все время получать эти справочки. И тогда у вас будет, как бы, такое обоснование, что вот вы сняли оттуда, оттуда и полно этих справочек. Теперь, значит, что касается... Основные моменты я вам, в принципе, уже про банки проговорил. Еще раз хочу сказать, что это ваша зона ответственности, финансы. Финансы – это очень важная часть жизни. Нужно иметь много финансов, потому что от этого зависит то, насколько хорошо вы можете удовлетворять свои потребности, качество вашей жизни, здоровье и прочие моменты, образование детей, решение вопросов о том, иметь ли детей или нет, они тоже завязываются на финансы. Например, если вы попадаете, если в какую-нибудь кредитную кабалу, то у вас будет не очень высокое желание иметь детей и так далее, и так далее. Вы будете в друговом рабстве. А если у вас много денег, то вы сможете с большим рвением размножаться, переносить геном в следующее поколение. И прочие моменты. То есть, поэтому, если у вас в голове сидит мысль о том, что быть бедным хорошо, духовность, духовный рост, все богатые и плохие люди и так далее, то это неправильные установки, это установки, которые будут мешать вам жизни, жить хорошо и иметь детей и так далее, и так далее. Потому что настоящие законы, они не такие, которые могут быть у вас в голове, они совершенно другие. И это важно понимать. Теперь про банки я вам в целом рассказал. Давайте я немножко посмотрю про... Давайте я еще пару слов скажу про системы значимой банки. Почему эти банки системы значимые? Ну, первое, здесь есть небольшой коррупционный момент. Второе, есть такое понятие too big to fail, слишком большое, чтобы упасть. То есть, если банкская система рухнет, то это не выгодно никому, и в том числе государству. Поэтому обычно государства пытаются какие-то крупные системообразующие предприятия, банки, их поддерживать. Соответственно, вот 11 банков, которые я назвал, они достаточно крупные, у них есть определенные связи, и они всегда могут поддерживать, рассчитывать на поддержку государства со стороны ЦБРФ и так далее. В том, что их не кинут с деньгами, выдадут какие-то очень дешевые кредиты и так далее. И это не только российская практика. Это вот практика, в том числе и ФРС есть такая. Мы знаем историю с американскими банками, которые могут перекредитовываться в случае чего. И не только с банками. И, по сути, всегда центральный банк, более-менее независимый, он может взять на баланс в себе плохие долги. То есть, он просто делает проводку дебет-кредит. Дебет он покупает ваши долги, кредит дает вам деньги. Все. То есть, у вас был какой-то бизнес, но он слишком крупный. То есть, вы плохой руководитель, ваш бизнес ужасный, но у вас какие-то... Но ваш бизнес очень крупный, у вас какие-то коррупционные связи наверху. И вы идете и говорите, вот если мой бизнес обанкротится, несколько, сотни тысяч людей потеряют работу, начнется безработица, революцию еще устроят и так далее, и так далее. И идете к государству, и государство говорит, хорошо, мы видим у вас крупный бизнес, большие социальные последствия в случае банкротства, мы даем вам дешевый кредит. Мы покупаем ваши облигации и что-то в этом роде. И они имеют возможность просто напечатать деньги. То есть, ваши долги превращаются в ноль, обнуление долгов. Вы получаете деньги под какие-то проценты небольшие. То есть, я говорю не про вас, а про как бы представляю ситуацию, что вы какой-нибудь олигарх, имеющий определенные коррупционные связи на самом верху. И, соответственно, таким образом, несмотря даже на свою неэффективность, неэффективность вашего производства, бизнеса и так далее, вы за счет того, что, значит, too big to fail, вот делаете такие вещи. И есть куча таких подприятий, которые так делают. И опыт 2008 года показал, какие это подприятия и так далее. Мы сейчас немножко уходим в другую сторону. Мы сейчас говорили именно про банки. Я так понимаю, что большинство зрителей канала – это люди без специального финансового образования. Вернее так, я рассчитываю. То есть, я это видео делаю для широких народных масс. Соответственно, вот вам нужно знать те вещи, которые я сказал. То есть, сайт банки.ру, банки.ру, первое, сайт cbr.ру, это второе, агентство по страхованию вкладов, сайт их, третье, там вы найдете информацию, в каком банке получить выплаты, какие банки, у кого отозвали лицензию, и так далее, и так далее. Перечень системных значений в банках, я вам еще раз повторю, их 11 штук. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, пятый – это финансовая корпорация Открытия, шестое – Винкредитбанк, седьмой – Райфайзенбанк, восьмой – Промсвязбанк, девятый – Альфа-банк, десятый – Росбанк, одиннадцатый – Московский кредитный банк. Про ОМС я сказал, что они не страхуются, ВСВ. Что будет при банкротстве банка в случае, если у вас депозиты в валюте, я также сказал Давайте также в целом я вам скажу еще пару вещей, которые уже непосредственно с банком не связаны Но которые нужно знать Например, вы хотите обменять валюту Есть такое понятие spread То есть это разница между ценой покупки и ценой продажи Вот в некоторых банках этот spread достаточно большой Он может достигать и 8 рублей, и 6 рублей в разных местах и так далее То есть, например, продают, покупают по 68, продают там по 76 Spread 8 рублей, 76 минус 68, 8 рублей То есть доллар продает по 76, вернее, покупают по 68 И вот на этом и разница курсов банк делает себе прибыль Вам нужно понять следующее Что если вы хотите какую-то более-менее крупную сумму, там, от 1000 долларов или от 1000 евро купить То вам гораздо выгоднее все это делать через брокерские компании Вы существенно сэкономите, если это сделаете через брокерские компании То есть, как это делается? Вы завоете, значит, деньги на брокерский счет Причем брокерские компании должны быть нормальные Те, которые имеют лицензии Вот Центральный банк Российской Федерации Крупные Не Форекс-конторы Да, ни в коем случае не Форекс-кухни Про которых у меня будет отдельное видео Ну, например, БКС, Финам И прочие компании, которые есть БКС, это, по-моему, самый крупный брокер Российской Федерации Вы открываете счет и на московской бирже С поставкой на следующий день Покупаете, соответственно, какую-то валюту Ну, либо продаете Либо вы можете обменивать рубли на доллары Евро на доллары, доллар на евро Там, в принципе, перечень валют достаточно большой Фунты, швейцарские франки, иены и так далее, и так далее Тут нужно понимать, что вывести в наличность Вы можете сейчас только доллары и евро Потому что во многих регионах есть только доллары и евро в банках То есть вам франки никто в наличной форме не выдаст Или британские фунты Вы можете иметь их на счету, но в наличной форме их не выведите То есть доллары и евро в наличной форме вы без проблем можете вывести И если вы покупаете доллары и евро, то процедура следующая Вы ввели валюту, купили через брокера по тому курсу, который есть на московской бирже Там, допустим, там будет курс после запятой 4 цифры Вот почувствуйте разницу Там 68 рублей и 76 рублей, да? А тут у вас курс будет после запятой 4 цифры То есть вы, допустим, купите там по 68 рублей 68,59 копеек, например, да? Или там 68,60 кто-то То есть кто-то будет продавать в стакане 68 рублей 68,69 И покупать 68,68,58, например, да? То есть очень маленький спред будет И вот вы сможете по сотым долям копеек, с разницей сотых долек копеек, какой-то купить И комиссия там будет небольшая То есть комиссия будет небольшая Она будет в пределах меньше, чем 0,2% 0,2% в целом Но при этом там есть комиссия за вывод на счет И везде разные условия за обналичку Чтобы обналичка была бесплатной По-моему, есть требование, чтобы валюта пролежала на банском счете Там минимум месяц Вот это вам также нужно понимать Но если вы не торопитесь Если вы человек, который планирует на будущее То вы должны это знать Вы должны знать И вы эту валюту также можете и положить на депозит Тогда она, естественно, больше месяца пролежит И так далее, и так далее То есть покупать валюту Обменивать одну валюту на другую, например, доллары на евро Всегда выгодно через биржу Не через посредников банков, да, банки А непосредственно на бирже Там, где курс фиксируется Вот там нужно это и менять Там самый дешевый курс Там самый выгодный курс Там вы можете продать по наиболее большой цене И купить по наиболее маленькой цене А комиссии, которые при этом возникают Они минимальны Ну и это если речь идет про более-менее Какие-то суммы от 1000 долларов Да, это нужно иметь Потому что из-за мелких сумм Вам не стоит из-за этого заворачиваться Также нужно понимать, что валютно-обменные операции Не облагаются НДФЛ То есть если вы на бирже купите какие-нибудь акции американские Там Apple, Tesla, Google То при изменении курса Там у вас будет возникать налоговый доход И вам придется платить налоги А в случае же, если вы меняете одну валюту на другие Валюта в том числе это рубль То это называется валюта-обменные операции И никаких налогов, никого НДФЛ не возникает Вам это нужно понимать Ну, следующий момент, который также нужно понимать Что вообще Ну ладно, давайте, это будет у нас отдельное видео Я не буду сейчас на эту тему У нас тема была по поводу банков И по поводу обменной валют Скажем так В целом я эту тему, думаю, раскрыл Повторяю еще раз Вы Если у вас сумма больше, чем 1,4 млн рублей Вы в разных банках можете открыть депозиты В пределах 1,4 млн рублей С учетом процентов То есть, например, если у вас сейчас 1,3 млн И вы думаете, что будет 1,4 млн, 1,3 млн Вместе с процентами Вы кладете в банк, чтобы вместе с процентами Сумма была меньше, чем 1,4 млн Кладете в другой банк, чтобы сумма была меньше, чем 1,4 млн В третий банк меньше, чем 1,4 млн И тогда в случае банкротства с этих и тех банков Вы в пределах 1,4 млн С каждого банка получите страховую выплату Это если мы говорим про рублевые депозиты Если мы говорим про валютные депозиты Доллары, евро То здесь нужно иметь в виду, что в евро У нас процентная ставка обычно меньше, чем в долларах Так встреча с этих сложилась Но при этом, вот сегодня на 6 июня 2020 года Я ожидаю, что в скором времени Будет определенная девальвация доллара Я говорю это не про относительно рубля Я имею в виду индекс доллара То есть относительно 6 главных мировых валют То есть будет девальвация доллара Для этого есть определенные факторы Это не одномесячный процесс Это такой длительный процесс Он связан с тем, что нужно производство переводить в США Нужно увеличивать конкретно способности американской экономики Там есть определенные политические силы Которые в этом сильно заинтересованы Есть моменты, связанные с конфликтом между Китаем и США Вопросы даже стоят о том, что Чтобы признать какую-то часть Облигаций казначейских трежерис Признать их, что по долгам Китай не получит этих денег Потому что они виноваты в эпидемии с коронавирусом Вот грубо говоря, вот так И поэтому мы решили так, что вы, китайцы, у нас Купили настолько-то денег Соответственно, казначейские облигации Но мы вам эти деньги не вернем Вот примерно вот так И, по-моему, это тоже такой серьезный фактор Для ослабления доллара Ну и технические картины тоже выглядят так Что доллар можно ослабить Относительно мировых валют, я повторяю Не рубля Я про рубль не говорю То есть, да, как бы Сейчас, да, то есть, как бы Про рубль-доллар Про этот курс я не говорю Ну и раз мы коснулись этой темы То хочется еще один момент сказать Это по поводу ЗВР Золотовалютные резервы Я думаю, что Не только государство, но и Физические лица домохозяйства Должны иметь ЗВР То есть, типичный гражданин Российской Федерации Который, значит, имеет доходы в рублях Он зависим Прежде всего от импортных товаров Импортные товары, они в долларах В евро, в других валютах Соответственно Поездки за рубеж Там, туристические путевки Недвижимость за рубежом Это все в другой валюте И если рубль относительно них падает То человек становится беднее И для того, чтобы Диверсифицировать свои риски Валютные риски Для того, чтобы В случае падения цен на нефть В случае каких-то неблагоприятных Ситуаций Значит, не быть Подверженным Не стать нищим, грубо говоря Желательно иметь Какого-то семьи Какие-то ЗВР Золотовалютные резервы Они включают в себя Естественно валюту Ну и золото, как сказано И вот если раньше Скажем так В 2019 году Я считал, что Пропорция должна быть таким Что где-то 50-60% Это доллары Около 30% Соответственно Это 40-30% Это евро И около 10% Это Соответственно золото То сегодня Вот 6 июня 2020 года Я говорю уже по-другому Я говорю Опять же Золото 10% Это стандартный Как бы Такой Момент То есть В ваших ЗВРах Должно быть С моей точки зрения Это не рекомендация Это как бы Такое видение 10% золота Евро должно быть 50-60% Ну и Соответственно Доллары должно быть 30-40% Ну давайте Даже по-другому сделаем 50% евро 40% Доллары 10% золота Да В сумме 100% Вот например так То есть В связи с тем Что возможно На несколько лет Которые у нас будут Впереди У нас Возможно Какая-то девальвация Доллара Это не будет резкой Девальвация доллара Оббава и так далее Это будет постепенная Такая постепенная Девальвирование доллара Относительно мировых валют В связи с тем Что возможно Такая некая Девальвация доллара То долю доллара Нужно Немножко уменьшить А долю евро Увеличить Поэтому В ваших ЗВРах Для такого Массового Человека Из народных масс Который имеет Как бы Зарплату В рублях Доходы в рублях Желательно Иметь Такую пропорцию 50% евро 40% доллары 10% золота Тут я хочу сказать Что многие люди Которые на панике Бегут покупать доллары Они В 2014 году Бежали такие По 80 покупали И так далее Они обычно Всегда проигрывают Здесь важен Системный подход Здесь важно Понимание Диверсификации И того Что вы играете В долгую Я не говорю Про краткосрочные инвестиции Спекуляции То есть Если вы спекулянт Вы делаете На свой страх и риск Все что хотите Если вы спекулянт Вам вообще не имеет смысла В наличной форме Что-то там иметь Там как-то Ну вот Давайте все Это не про вас Вы на бирже спекулируете И флаг вам в руки Я буду с вами Вместе торговать И надо вместе с вами Надо против вас Как бы здесь Вопросов нет Я Это видео не для спекулянтов Это видео для Широких народных масс И В широкие народные массы Без финансового образования Вы должны понимать Что Тут главное Диверсификация То есть Не класть яйца В одну корзину И вы Имеете свои ЗВР На десятилетия Вы их будете По наследству Отдавать своим детям И если вы помните Что произошло СССР Да При развале СССР Что произошло Все вот эти накопления Значит В сберкассе Да И так далее Они превратились в ноль Все это исчезло В ноль Остались Ювелирные украшения Золотые Разные Там 585 пробы Это золотишко Да У людей Ну и там Что-то у них там осталось Автомобиль Там у кого-то был И так далее И так далее Все Остальное все сгорело И В случае Краха Такого государства Как Российская Федерация Ну Судьба рубля Тоже не очень завидна Но Опять же Это Речь не идет О ближайшем времени Речь совершенно Не о ближайшем времени То есть Если речь идет О Там Десятилетия вперед Там На много лет вперед То Нужно понимать Что Есть тренд На ослабление рубля Относительно других валют Есть тренд На то Что Нефть Она Рано или поздно Себя Значит И нефтяная экономика Рано или поздно Себя Исчерпает При этом нужно понимать Что Диверсификация Российской экономики Сейчас гораздо глубже И выше Чем это было Лет 10 назад То есть Сейчас Российская экономика Гораздо более Диверсифицирована Но тем не менее Тренд на ослабление рубля В принципе есть Долгосрочный тренд Ну и Также надо понимать Что есть Некие вечные ценности Такие как золото Например Особенно в наличной форме И особенно Более высокой пробы Чем 585 проба Которая обычно В ювелирных украшениях И которая не имеет Коллекционную стоимость Да Это я намекаю На золотые монеты Но золотым монетам У нас будет посвящена Отдельная тема Отдельное видео А сейчас я говорю В целом То есть Диверсификация Золото-валютные резервы Значит Семьям Домохозяйствам Нужны Именно С целью Хеджирования Страховки На черный день То есть В случае Если государство Перестанет существовать Валюта этого государства Будет стоить Ноль Что будет Стоить Иметь какую-то ценность Ценность будет иметь Золото Доллары Евро Какие-то другие Возможные формы Активов Это нужно иметь ввиду И Также нужно понимать Что в случае Резких обвалов Цен на нефть Каких-то Политических Перетурбаций Революций Майданов И так далее Также Значит Курс рубля Может Очень сильно упасть И Поэтому Ну Также Учитывая то Что большинство товаров Они импортного производства Которые потребляют Такие Высокотехнологичные Граждане Российской Федерации То нужно иметь Соответствующую валюту Чтобы их можно было купить И чтобы в случае падения Курса рубля Эта валюта Необъема Эта валюта была То есть вот Учитывая все эти факторы Нужно иметь ЗВР И к ним отношение Должно быть Именно такое То есть Золото валютные резервы Отдельной семьи Это деньги на черный день Они должны постепенно Расти В определенной пропорции Да И какую-то часть От своих доходов Можно на эти ЗВР откладывать При этом Валюту можно Хранить В виде депозитов Например Если вам это интересно Но именно В системно значимых банках Также обязательно Нужно эту валюту Иметь В наличной форме В наличной форме Ее обязательно нужно иметь В банках Если в банках хранить То только в системно значимых На депозитах Потому что Как я уже рассказывал Если Обанкроется Банк не из перечня Одиннадцати Системообразующих То вы получите выплату В рублях А не в валюте И по курсу Который будет На момент Получения денег То есть На момент Отзыва лицензии А не на момент Получения денег А сами вы понимаете Что Есть такой сценарий Резко Не в этом году Резко упадет Цена на нефть Например Ну там Через несколько лет Резко упадет Цена на нефть Резко подскочит доллар Резко посыпятся банки И допустим У вас Было там Десять тысяч долларов Например В каком-то банке Ну Соответственно Этот банк Банкротится Допустим У вас там Миллион рублей Был Допустим Курс 100 рублей за доллар Был На момент Отзыва лицензии Через месяц Вы получите В рублях Эти миллион рублей Но Через месяц В случае падения Цены на нефть В течение этого месяца Курс рубля Он уже будет Составить Допустим 150 И это будет Уже полтора миллиона То есть Вы вместо Полутора миллионов Своих денег Которые Должны быть В теории Вы получите Только миллион То есть Такие риски есть Как я уже говорил Поэтому валютные вклады Открывайте Только В системно Значимых банках 11 штук Я их еще раз Повторяю Первый Это Сбербанк Второй Это ВТБ Третий Газпромбанк Четвертый Ростсельхозбанк Пятый Финансовая корпорация Открытие Шестой Юникредитбанк Седьмой Рефвайзенбанк Восьмой Промсвязьбанк Девятый Альфабанк Десятый Росбанк Одиннадцатый Московский кредитный банк Эти 11 банков Будут обанкрочены В последнюю очередь То есть они системно значимые И они с очень невысокой вероятностью Будут обанкрочены То есть обанкротятся Остальные Они с более высокой вероятностью Могут обанкротиться И если у вас валютные вклады В них Вы можете попасть По валютной риске Которую я до этого Не раз уже описывал Так Ну еще раз повторяюсь Обезличенные металлические счета Которые вы в банках открываете Они также В агентстве страхования вкладов Не страхуются Как депозиты Поэтому вы рискуете Да Когда вы их открываете В банках Которые неиспечивают Системы значимых Этот момент Следующий момент Да Ну про банки Я в целом рассказал То есть это было Такое вводное видео Оно немножко более Обширное Потому что Я начал говорить Уже на более такие Другие темы Из других областей Это был первый выпуск Передачи Серьезный разговор Комментируйте Делитесь видео Значит Я буду продолжать Снимать подобные видео Очень рад Общению с вами Очень рад тем людям Кто Потратил свое время И досмотрел это видео до конца Вы можете Предлагать Темы новых видео В комментариях Задавать какие-то Дополнительные вопросы Собственно Надеюсь Это видео было полезным Всего хорошего До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok